Всем привет! Мы вышли из дома. Знаете куда мы идем? Идем стричься. Вернее не я, а Дима только. Да, мы наконец-то гуляем днем. Мы не на парах. Мы не засыпаем. По дороге в парикмахерскую гуляем, можно посчитать так. Посчитайте так. Хоть на улице дождь моросит, но настроение у нас офигенное. И мы вчера не гуляли нигде, и мы нормально выспались, и в отличие себя чувствую, и все хорошо. Но сегодня мы, наверное, пойдем вечером куда-то гульнем. Ну так, гульнуть что-то гульнуть. Нас приглашали одногруппники. Они нас каждый выходной вообще приглашают. У них организм подстроен под вот этот ритм жизни и постоянно гулять. Они вчера гуляли, сегодня собираются, наверное, еще завтра соберутся. В общем, я могу сказать, что украинцы еще спокойные по сравнению с иностранцами. Смотрите, какая прикольная экскурсия. Как они называются? Я забыла, как называются эти штучки. Но это прикольно. Я не знаю, как они на этих стигвеях по прыщатке ездят. О, стигве это называется. Я не знаю, как они по прыщатке едут, но тем не менее едут. Да. Я думаю, нормально едут. Там колеса же большие. Наверное, нормально. Я тоже не на роликах. Вот экскурсия на роликах по риге, это, конечно, было бы издевательство. Мы зашли в Adidas Outlet и Дима нашел то, что он хотел всегда. Посмотрите на эти глаза. Она, конечно, мне не очень сильно нравится, если честно, сам дизайн формы. И это форма 16-го года, то есть предыдущего сезона. Вот. Поэтому я не знаю, брать ее или не брать. Но она дешево стоит. Но дешевле, чем всегда форма стоит. В общем, сейчас подумаем. Я решил ее не брать, потому что, блин, она мне не очень нравится. Правда. У них, как стал спонсор Adidas, у них форма начала вообще быть фиговой. Я уже хотел себе купить настоящую оригинальную форму Манчестера, новую. Но она никак не получается, у нас она стоит очень дорого, а дизайн ее не очень. Мы в салоне и здесь. Можно самому себе сделать кофе или поиграть в PS. Что там за игры? Там Mortal Kombat, естественно, FIFA и еще драчки. В общем, набор чемпиона. Честно говоря, очень классный барбершоп. Хоть зимой еще не постриглено, но здесь очень прикольно. Здесь можно сидеть вечно. Здесь куча журналов. Я уже выпила кофе, тут еще можно выпить пиво, коми, все, что угодно и поиграть в реставнику. Музыка Из меня сделали брутального мужчинку. Барбершоп в Рике называется Mroom, если кому-то интересно, если кому-то это будет полезно. Он прикольный, там такая атмосфера. Приходят люди, просто как домой, если бы садятся на диванчик, кто хочет играть в PlayStation. Да, там очень прикольно. Я даже там сидела, вот долго ждала Диму. Мы просто ждали очереди, там живая очередь. Там нельзя записывать, кстати. Да. И я сидела, ждала Дима. Я не могу сказать, что ему было очень скучно. Я уже хотела бы быстрее уйти. Абсолютно нормально. Я все читала журналы. Там есть интересные журналы. Броням там ждать тоже не скучно. Потому что там все приходят, берут себе пиво спокойно. Вот, и пьют там туда. Вот. Там не только пиво, там можно колу, фанту. В общем там свободный бесплатный бар. Очень интересно, да. И как сказала уже Катя, записываться туда нельзя. Нужно просто скачать их приложение и смотреть, сколько человек сейчас зарегистрировано в очереди. Там электронная очередь. Кто-то заходит, сразу нажимает кнопочку, пишет свое имя и стоит... Просто что там можно даже заранее зарегистрировать? Нет, нельзя, я спросил. Нет, у них вот такая вот система, что ты попадаешь к рандомному, случайному. Вот. Кто это у нас тут такой спортивный? Это мы. Да. В мой зал идем. Дима, а ты что сегодня будешь скачать? Ноги. Ноги. Ненавижу. А я буду сегодня качать Диму. Человек, который не любит качать ноги, идет в зал качать ноги, он просто идет на работу. А тот человек, который любит издеваться над человеком, который качает ноги, тот идет с удовольствием. А после того, как мы покачаемся, мы поедем на тусовку. Да, вот такой план. Как всегда, наши одногруппники на выходных собираются. Как всегда, всех приглашают. И мы, как всегда, поедем. Да? Да. Да. Мы в зале и так клево, потому что вообще никого нет. Смотрите. Здесь человек 7, наверное, в этом большом двухэтажном зале. Очень клево. Поехали. Ого. 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 Хай, дорогая. Ого. 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 После хорошей тренировки Мы решили, что мы идем на пати Мы вам уже говорили, мы это запланировали И мы алкоголь передумали брать Дима возьмет себе квас У нас там дома еще вино есть Я алкоголь возьму немножко И знаете, что мы заметили? Сегодня в субботу цены поднялись на 30% Представляете? Искусственно на алкоголь цены подняли на 30% Мы это заметили только сегодня Потому что мы в прошлый раз брали Все было намного дешевле Это был четверг, вторник Мы уже почти собрались Уже почти выходили на вечеринку Мы должны были собираться дома у испанца И он пишет сообщение в группу Дословно Франциско ударил себя ножом Да, все такие Что? Типа как? Как это возможно? Потом все Оказалось, он себя просто случайно порезал ножом А испанец просто неправильное слово на английском выбрал Да, да Он, получается, проткнул ножом вот эту вот часть в руке И у него пошла кровь, а у них дома не было ни аптечки, ничего Он прислал нам фотку Да, он прислал нам фотку То есть раны И там было видно, что не салфетка Ее просто сначала приложили То есть у них вообще нифига нет Не то, что там бинта обычно у них вообще Ничем не промыть Да И не поэтому поехали не в госпиталь Но то сообщение на нас просто всех убило Типа, ребята, давайте не на 10 соберемся, а на 11 Потому что мы в госпитале Все, естественно, спрашивают, что случилось И он пишет Франциско ударил себя ножом Да Кто знает английский Испанец написал Франциско Степт himself with a knife И мы такие Офигеть Чувак суицидником стал Как такое возможно Вот И еще типа из-за этого вечеринку на час перенесли Просто Она будет Нас просто на час перенесли Вообще да, мы тут в шоке вообще были В общем, сейчас уже все хорошо, кстати Да И мы едем на вечеринку Потому что Франциско написал I'm ready to party Я готов Патиться Патиться Мы уже дома Мы просто сбежали, если честно Потому что наши ребята еще пошли в караоке, в клуб Вот Мы не захотели Мы убежали домой и спать Все, хватит с нас В общем Мы ложимся спать Всем спасибо за просмотр Всем до завтра Пока-пока